На заседании ученого совета ректор Резгуму Роман Калинин подвел итоги работы за год. Было немало сделано. ВУЗ прошел аккредитацию, но это не повод останавливаться на достигнутом. Уже проведено лицензирование новых специальностей. Эта работа будет продолжена в планах развития и такого направления, как цифровое образование. ВУЗ был одним из первых в стране, где разрабатывались такие программы. Много было сделано по формированию электронной образовательной среды в УЗА и сервисов цифровой среды управления. Но и многое здесь предстоит сделать в учебном году. На повестке дня электронный кабинет преподавателей, цифровой деканат дополнительного профессионального образования, завершение работы над мастером составления, расписание. Первокурсникам в День знаний рассказывают о структуре совета обучающихся. Светлана Трущелева входит в дискуссионный клуб. Кроме того, является одним из организаторов клуба интеллектуальных игр. Вступить в него может любой студент, независимо от факультета. Это возможность не только с пользой провести свободное время, а еще научиться общаться, планировать дела и избегать критических ситуаций. Там, например, если идет какое-то мероприятие, что-то пошло не по плану, нужно вовремя сориентироваться, взять себя в руки. И вот как раз врачу это тоже, естественно, очень поможет. Например, ведет врач какую-то операцию, что-то идет не так. Ему нужно не паниковать, взять себя в руки и провести ее должным образом. В соседнем кабинете свободных мест даже между рядами нет. Здесь собрали первокурсников, которые хотят посвятить себя науке. На студенческих научных кружках разбираются узкие темы, которые зачастую проходят мимо на занятиях. Ребята становятся конкурентоспособными в своей сфере и они получают больше знаний, нежели во время занятий. На кафедре общей и специальной психологии провели семинар, чтобы помочь первокурсникам. Им рассказали, как преодолеть стресс и привыкнуть к новому месту учебы. Для них это, естественно, является очень важными вопросами, особенно в первое время, первую неделю, месяц, когда они только адаптируются к новой жизни, в новую роль в роли студентов. Поэтому надеемся, что это им поможет в их студенческой жизни. Одна из площадок расположилась на улице. Рядом с фармкорпусом установили палатки. Здесь ждали поклонников активного образа жизни. Тем, кто вступит в туристический клуб, уже на следующей неделе обещают интересные выходные. С походами мы ходим часто, буквально раз в две недели. Но это я имею мелкие в виду походы. А так, в принципе, сезон открывается у нас в майские праздники. Но новичкам всегда вход туда открыт. Мы всем рады. Рязанский государственный медицинский университет – один из ведущих вузов страны и крупнейший в Рязани. 2 сентября к учебе в нем приступили более тысячи будущих врачей, стоматологов, провизоров, медицинских сестер, эпидемиологов и клинических психологов. Дина Исляева, Данил Пилипенко, телекомпания «Город». Дина Исляева, Данил Пилипенко, телекомпания «Город».